К другим новостям. Только вперед и ни шагу назад. С таким настроением вернулись наши спортсмены, участники Сурдолимпийских игр 2013 года, которые проходили в Софии, в Болгарии. Андрей Андреев, Иван Пакин, Анастасия Седова, Анастасия Мамлина, их тренеры, глава республики и представители Минспорта собрались за круглым столом, чтобы подвести итоги спортивных состязаний. Чувашские спортсмены завоевали на Сурдолимпиаде 4 медали – 2 серебряные и 2 бронзовые. Первую награду в копилку Чувашской команды принес легкоатлет Андрей Андреев. Бронзу он завоевал в беге на 1500 метров. Затем выиграл серебро в беге на 800 метров. Еще одно серебро болгарской Сурдолимпиады у Ивана Пакина. В прыжках в длину он достиг отметки 7 метров и 35 сантиметров. Это первая Сурдолимпийская медаль в копилке спортсмена. Мы готовились долго, очень хотели попасть на Сурдолимпиаду. На это ушло очень много времени, очень много пахот на тренировок. Ну вот, видите, получилось. Сделали все, что смогли. Показали личные корни. Бронзовую медаль добавила в копилку российской сборной и чувашская бадминтонистка Анастасия Седова. Третье место она добыла в паре с уроженцем Чуваши, но выступающим за другой регион Михаилом Ефремовым. Конкуренция среди спортсменов-бадминтонистов в этом году была очень сильная, говорит тренер Надежда Тонина. Азиаты были главными нашими соперниками. Все же результатами подопечных она довольна. На этой Олимпиаде в Болгарии и в Софии мы заняли в 2013 году 11 медалей. А всего комплекта было 24, считайте, половина в нашей сборной. Главную награду спортсмены получили еще в Болгарии. А сейчас благодарность за заслуги перед республикой от первых лиц. Глава республики также вручил тренерам и их подопечным денежные сертификаты. Я выражаю искренние слова благодарности и спортсмена, и тренера за вашу эффективную результативную работу. И надеюсь, что в дальнейшем тоже так же будете показывать соответствующие свои результаты. И за вами потянутся другие молодые юноши и девушки. Эти молодые юноши и девушки не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди их ждут изнурительные тренировки. Но вместе с тем новые соревнования и новые победы. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.